4 столбика с одним накидом, далее мы вяжем 3 воздушные петли, делаем 2 накида, как я уже говорила, и вяжем столбик с двумя накидами. Так мы заканчиваем наш ряд. Поглядите, что у нас получилось. Итак, вяжем новый ряд. Снова вяжем 4 воздушные петли для подъема. 3 воздушные петли мы вяжем по схеме, разворачиваем наш ряд и вяжем снова в уголок. Это делаем под цепочкой из воздушных петель, мы вяжем 3 столбика с накидом, и далее в каждый столбик с накидом мы также провязываем столбик с накидом. То есть у нас получается сейчас 7 столбиков с накидом. 3 из них приходится на цепочку из воздушных петель. 3 столбика с накидом я связала, и далее вяжем уже в каждую петлю по столбику с накидом. Вот что у нас получилось. Далее мы вяжем 3 воздушные петли, делаем накид, и под цепочкой из воздушных петель мы провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Тут же мы вяжем под этой же цепочкой столбик с одним накидом, вяжем 3 воздушные петли и снова вяжем уголок. Это 4 столбика с накидом в каждую петлю и 3 столбика с накидом под цепочкой из воздушных петель. Вот, мы связали. Теперь мы вяжем 5 воздушных петель и снова вяжем под этой же цепочкой из воздушных петель мы вяжем 3 столбика с одним накидом. И довязываем 4 столбика с накидом в каждую петлю. Подглядите. Далее довязываем наш ряд. Это 3 воздушные петли и под цепочкой из воздушных петель мы вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Снова вяжем 3 воздушные петли и вяжем 7 наших столбиков с одним накидом. Напоминаю, 4 из них приходится на петли, а 3 мы вяжем под цепочкой из воздушных петель. Делаем 3 воздушные петли и снова вяжем столбик с двумя накидами. Так мы заканчиваем наш ряд. Когда мы заканчиваем ряд, мы сейчас вяжем столбик с двумя накидами, я вам советую вязать также через цепочку из воздушных петель. То есть не в определенную петлю, в четвертую петлю в цепочке, а также под цепочкой. У нас получается мотив, он более живой, он не стянут. Вот, поглядите, видите? Если бы мы вязали бы прямо в петлю в цепочке, то немножко был бы стянут. А так он у нас свободно тянется. Изделие будет у нас более живой, не будет стянуто. Так, вот мы довязали наш ряд. И теперь мы вяжем заключительный ряд. Он состоит из 4 воздушных петель для подъема. Далее мы вяжем 5 воздушных петель по нашей схеме. Разворачиваем наш ряд. И под цепочкой из воздушных петель мы сейчас будем вязать 3 столбика с 1 накидом. Только под цепочкой из воздушных петель. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. И соединяем их со вторым ближайшим столбиком. Поглядите, 1, 2 мы соединяем их со вторым ближайшим столбиком. Далее вяжем 5 воздушных петель. И соединяем их со вторым дальним столбиком. 1, 2. С другого конца отсчитываем второй столбик и с ним соединяем. Снова вяжем 5 воздушных петель. И соединяем с цепочкой из воздушных петель. Поглядите. Далее снова вяжем 5 воздушных петель. И соединяем со вторым ближайшим столбиком. Вяжем 5 воздушных петель. Соединяем со вторым дальним столбиком. 3 воздушные петли. И вяжем снова 3 столбика с 1 накидом. Теперь мы вяжем 7 воздушных петель для нашего уголка. Делаем накид и также вяжем 3 столбика с 1 накидом. Снова вяжем 3 воздушные петли. Соединяем со вторым столбиком ближайшим 5 воздушных петель. Соединяем со вторым дальним столбиком с накидом. Снова вяжем 5 воздушных петель. Соединяем с цепочкой из воздушных петель. 5 воздушных петель соединяем со вторым ближайшим столбиком. 5 воздушных петель со вторым дальним столбиком с накидом соединяем. 3 воздушные петли. Вяжем 3 столбика с 1 накидом. Теперь вяжем 5 воздушных петель. И заканчиваем все столбиком с 2 накидами. Вот. Поглядите. Можно наш мотив уже закончить. Сделали 2 воздушные петли. Затянули. Давайте поглядим, что у нас получилось. Вот у нас получился. Очень красивый. Подвижный. Это что немаловажно. За счет того, что мы заканчивали и начинали наш мотив под цепочкой из воздушных петель. Вот такой у нас получился полумотив. На этом все. В следующем видео я вас научу вязать полумотив поперечный. Всем спасибо. Пока-пока.